Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня сделала покупки в супермаркете Fresh. Давно я не комментировала свои покупки. Сейчас покажу, расскажу, что почём у нас. Надеюсь, вам будет интересно, потому что уже и овощи такие продают, что люди заготавливают на зиму. Давайте рассмотрим всё. Вот целый стол. Вот покупки все мои. Ну, за интернет, во-первых, заплатила. У меня 95 гривен. 100 гривен дала. Без сдачи 4,50 комиссия аж. Так, за интернет платила. Сахар. Нужная вещь в хозяйстве. У нас он по 14,74. Лук. Вот во фрешу все брали. Мы две таких сетки взяли. Ну, две таких торбочки. По 4,49 лук. У нас недалеко от дома продают картошку и лук. Лук по 5 в сетках таких. А картошка по 4. Такая неплохая картошка. Недалеко от дома. Вот лука взяли две таких сетки. А сколько тут лука взяли мы на 18,8, ну, на 19 гривен. Три с чем-то килограмма. Хочу показать лук такой. Кругленький такие. Тут сухой хвостик. Не мокрый, не влажный. Такая неплохая цибуля, панам. Неплохой лук. Пряники муж любит. Акция была. По-моему, за 10 гривен я купила эти пряники. 10,99. Мочалочки. 10 штук. Это нужная вещь нам в хозяйстве. 6 гривен. Мыло хозяйственное. Я всегда беру такое темное. Для каких-нибудь нужная вещь. Мыло хозяйственное у нас стоит 3,34. Такое небольшое. Так половинка уже делают. Галу. Все для мытья. Галу 13 с копейками стоит. Пол-литра тут. Ряженку взяла. Я редко пью ряженку. Творог лучше мне идет. Но, думаю, возьму себе кисломолочный продукт. 8,29 гривен. Так вроде не очень жидкая. Потому что другие пакеты брала. Вот так оно прям вода внутри. Штетик этот вкусный. Он то 10 гривен. Стоит это 13 гривен. Но он вкусненький. Хотя я могу и сама сделать. Но что-то мне дремя не водится. Конфетки, бабушкины сказки по 109 на 38 гривен. Конфетки. Колбаска за 18 гривен. Колбаска за 18 гривен такая. Ну, я ее ем. Лямочки две утром возьму. А так в течение дня не ем. Тоже вот столько, но ее надолго хватит. Кстати, впечатление об этой колбасе, когда попробовала. Преобладает какой-то кисловатый вкус. Она свеженькая. Там и до срока годности далеко все. Но вот кушаешь, какая-то как кислота какая-то. Мне совсем она не понравилась. Вот такие покупочки. Ага, бутылка минеральной воды еще купили там. В другом супермаркете то дешевле есть. По 8 с чем-то, это по 9 с копейками. И то 172 гривны. Вот такие покупочки. Все нужное. Все пригодится в хозяйстве. Так что, а овощи? Картошку мы еще не заготавливали. Завтра ярмарка у нас недалеко будет. Муж все стремится на ту ярмарку. Картошка может дешевле. Хотя возле нас по 4 гривны нормальная цена. Ну посмотрим. Потому что однажды он как-то купил на ярмарке картошку. В позапрошлом году это было ужас. Сверху в сетке вроде симпатичная. А внутри то такая покрученная, поеденная какая-то. Ужасная. Ну в общем посмотрим, что почем. Капусту естественно. Рано еще покупать на засолку. Меня кто-то спрашивал, какая-то девочка. Хочу по вашему рецепту засолить. Даже еще в начале сентября спрашивала. Еще очень рано. У нас, например, еще плюсовая температура. Она 100 раз перекиснет. Вот поставлю, если на балкон еще тепло. Еще очень рано солить капусту. Так что такие покупочки. Коэффициент перевода в рубли я поставлю. Какой для интереса, для спортивного интереса. Посмотрите, какие у вас, какие у нас цены. Всего вам доброго. Удачи. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Спасибо, что смотрели это видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.